Девятилетний мальчик 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 Они проходят каждое утро и длятся всего несколько минут. Сегодня на первом забеге от рогов животных серьезно пострадал один человек. Еще четверо получили небольшие ранения от падения на булыжники. Всем им оказали медицинскую помощь. Рига и Астана – города побратимы. Между нами заключены договора о партнерстве. Мы помогаем друг другу. Мы очень часто обмениваемся бизнес-делегациями, официальными делегациями. Мы находим какие-то решения и эти решения воплощаем в жизнь. И друг другу подсказываем, как развиваться дальше. Особенно у Астаны есть чему поучиться. Для такого древнего города, как Рига, поучиться у нового города Астаны есть чему. Это уникально. Мы увидели, как за 20 лет посреди степи возник город-красавец. Чтобы и дальше у города продолжалась такая тенденция красивого, современного развития. Астана – это Дубай, Центральный Азия. Так считает южнокорейский дизайнер Ча Джунхо. Компания, в которой он работает, принимала участие в разработке внутреннего дизайна Национального музея Казахстана и нескольких павильонов на выставке Экспо-2017. Дизайнер побывал в Астане три года назад. По мнению Ча Джунхо, казахстанская столица гармонично сочетает в себе культуру Европы и Азии. Его самая любимая достопримечательность в городе – это торгово-развлекательный центр «Ханшатыр». По словам дизайнера, во время участия в выставке Экспо он узнал, что в Казахстане есть большой потенциал зеленой энергии и что в республике основное внимание уделяется инвестициям в человеческий капитал. Когда я был в Астане, мне показалось, что я нахожусь в центрально-азиатском Дубае. Я спросил, когда был создан такой красивый город. Мне ответили, что в 1998 году. И тогда меня поразило, что за такой короткий срок было построено так много зданий. Как дизайнер я не мог не заметить, что Казахстан – это, казалось бы, азиатское государство, но как гармонично сочетаются культуры Европы и Азии. Я поздравляю Астану с 20-летием и желаю, чтобы столица и дальше приумножала свой потенциал и значимость. Казахская диаспора в Киеве устроила необычную акцию в честь юбилея Астаны. В небо были выпущены 20 белых воздушных шаров, как символ светлых пожеланий. Наши соотечественники сыграли на дамбре и спели казахские народные песни. Аида Кадырбай присоединилась к ним. Юрта – красивая курпе с национальным казахским орнаментом. Казах в традиционном костюме – звуки дамбры. На столе баурсаки, на кухне и вовсе готовят. Национальное казахское блюдо – и это су. Все как дома. По официальным данным, в Украине проживают представители около 130 национальностей. Из них 25 диаспор считаются ведущими, в том числе и казахская. Сегодня казахская диаспора собралась по особому случаю. Мы, казахи, проживающие в Украине, тесно общаемся друг с другом и празднуем все праздники, которые происходят в Казахстане. И сегодня мы собрались по поводу 20-летия нашей замечательной столицы Астана. Мы гордимся нашей столицей. Это молодой город, перспективный город. Украинский народ любит казахский народ. Мы это на себе ощутили. Поэтому всех благ всему казахскому народу. Казахская диаспора в Киеве поздравила Астану с юбилеем весьма необычно. В небо было выпущено 20 белых воздушных шаров, которые символизируют светлые пожелания, говорит зампредседателя казахской диаспоры в Украине Марик Жангутинов. Туган, кунемен, Астана! В Казахстане, когда хотят пожелать человеку доброй дороги, они всегда говорят, мы желаем тебе желтого из белого пути. Это означает, чтобы этот путь был чистым, чтобы на нем было как можно меньше препятствий. Эти 20 белых шаров символизируют тоже светлые намерения, белые для нашей столицы. По словам представителей казахской диаспоры, многие их украинские друзья сейчас находятся в Астане. Они специально решили посетить казахстанскую столицу в день ее рождения. Аида Кадырбай, Михаил Мищенко, Хабар-24, из Украины. В Баку состоялась презентация фотовыставки «Астана. Жемчужина. Великой степи», посвященная 20-летию столицы. Экспозиция организована фондом первого президента Казахстана при поддержке фонда Гейдара Алиева и посольства нашей страны в Азербайджане. В церемонии открытия участвовали государственные и общественные деятели, представители культуры и науки двух стран. Шафа Алиева расскажет подробнее. Астана – город, устремленный в будущее. Это современная столица, но в то же время в ее архитектуре отражена национальная культура и традиция. Именно эти качества отображают более 60 фотографий, представленных на выставке. Среди них уникальные объекты культуры мирового уровня – Байтерек, Аккорда, Нур-Алем и многое другое. Когда вся наша страна празднует этот великолепный праздник, юбилей нашей столицы, именно в этот день, благодаря фонду Гейдара Алиева, мы проводим презентацию выставки, посвященной нашей Астане. И я думаю, что значение очень трудно переоценить. Это оказывает очень позитивное влияние, доносит до наших азербайджанских коллег, друзей, которых у нас достаточно много, информацию о том, как из провинциального небольшого города, 300-тысячного, самое большее, за 20 лет этот город превратился в столицу Казахстана. Астана за очень короткие сроки стала одним из красивейших и современных городов мира, сказал Адыль Керемли, первый заместитель директора центра Гейдара Алиева, где проходит выставка. Экспозиция – одно из мероприятий, запланированных в рамках сотрудничества между фондом Гейдара Алиева и фондом первого президента Республики Казахстан. Я вам скажу, что это выдающееся произведение президента Республики Казахстан Абища Назарбаева, который является автором, который является создателем, который является основой этого прекрасного города. Астана – город 21 века, и мне очень приятно, что братский Казахстан имеет на сегодняшний день такую прекрасную большую столицу. Создание города Астаны и его статус в качестве столицы Республики Казахстан является уникальнейшим событием в истории. Астана является городом не только Республики Казахстан, она является городом всего тюркского мира. Все горды восхищаются Астаной. На выставке представлены также созданные фондом первого президента уникальные фотоальбомы об Астане и национальном парке Бурабай. Фотовыставка в Баку продлится неделю. Ранее она была представлена в столицах России и Испании. В ближайшее время экспозиция будет организована в Пекине, Лондоне, Берлине и Париже. Шафа Галеева, Агюн Гасан, Хабар-24, Азербайджан, Баку. В Актау увеличилось количество туристов. С начала лета уже зарегистрировано около 30 тысяч гостей. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Местные предприниматели активно облагораживают пляжи, строят парковки и улучшают сервис. Ольга Золотых прошлась по набережной и узнала, довольны ли отдыхающие. Этот пляж, прозванный в народе солдатским, один из немногих бесплатных в Актау. Раньше он был диким. Сейчас здесь есть парковка и водные развлечения. В последнее время, особенно в такую жару, как сейчас, он становится излюбленным местом для отдыха. Благоустройством этого пляжа занимались местные предприниматели. Еще несколько мест для отдыха у моря планируют устроить и другие бизнесмены. Для этого им выделяют земельные участки на пляжах. Предприниматели благоустраивают территорию, а взамен могут оказывать платные услуги отдыхающим. Сдавать в аренду шезлонги, организовывать водные развлечения, строить мобильные кафе. Я приехал из Астаны неделю назад. Погода позволяет сейчас. Вода теплая очень. Можно купаться в 11 вечера. Я думаю, что такое место можно было благоустроить. Больше палаток, шезлонгов, удобств. Для детей больше развлечений. Чтобы они не бежали туда, в край моря, а где-то здесь купались. Решены вопросы доставки отдыхающих до пляжей. Мы запустили три автобуса, которые совершенно бесплатно довезут всех желающих до пляжей и баз отдыха. Есть определенный график, который размещен на всех ресурсах. Такое новшество, по нашему мнению, будет способствовать привлечению большего числа туристов в нашу область. На одном из пляжей Октау впервые устроили зоны для людей с ограниченными возможностями. До этого на инвалидной коляске спуск к морю по песку был невозможен. В этом году завершены работы и по проведению инженерных сетей к 18 базам отдыха. Ольга Золотых, Ренадус Алиев, Октау, Хабар, 24. В Павлодарской области тоже приводят в порядок зоны отдыха. Регион славится соленой водой и лечебными грязями. Вокруг местного озера налаживают инфраструктуру. Строители проложили асфальт к пансионатам. Сейчас возводят развлекательные зоны. В ближайшем будущем на курорте Моралды будут проводить пантолечение. Ирбул Абишев расскажет подробнее. Озеро Моралды в Щербактинском районе известно далеко за пределами Казахстана. Здесь уникальный состав воды, насыщенный солями и минералами. Четыре вида лечебной грязи избавляют людей от многих болезней и недугов. Каждое лето на благотворный озерный берег приезжают тысячи отдыхающих. Раньше я три-четыре года приезжал, тут машины буксовали, не могли выезжать, проезжать. Никаких шизлонов, ничего не было, как дикий пляж был. А сейчас очень приятно здесь. Столовая, все здесь есть, питание. С собой ничего не берем. Приехали специально для купания, для лечения. Вот эта вода соленая, очень хорошая, говорят. Не первый раз, третий год уже приезжаем. Второй год местные власти налаживают условия для комфортного отдыха. Из бюджета выделили средства на хорошей дороге, электросвещение. А инвесторы бурно развивают туристическую инфраструктуру. В этом году идет строительство большого пирса. Плюс будут гамаки над водой. Также планируется еще детская зона. Строится большая концертная сцена, которая в будущем будет встречать звезд. Также мы поставили такое кафе-шатер, в котором мы планируем проводить банкеты, юбилеи, свадьбы. Чтобы все это было по-европейски, на свежем воздухе. Крупный проект – аквапарк стоимостью 150 миллионов тенге. Но есть еще и перспективное направление – пантолечебница. Специально для этого здесь разводят моралов. Районная администрация, поддерживая инициативы инвесторов, развивает от озера новые туристические маршруты, связывая курорт с удивительными природными местами Щербактинского района. То есть автомаршруты, газели будут у нас ездить, которые будут предлагать свои услуги. Если ты отдохнул на озере, дальше ты можешь проехать к нам в сосновый лес. Ты можешь остаться у нас на лагере. Если ты не хочешь, ты можешь проехать в религиозный туризм, то есть паломничество на Кесине. А в глубине реликтового бора есть еще красивое лесное озеро, где в ближайшее время также планируют построить новую зону отдыха. Ербулавишев Алексей Мельницкий из Павлодарской области, Хабар-24. Это были все новости к данному часу. Следите за развитием событий вместе с нами с командой Хабар-24. Субтитры подогнал «Симон»!